Коллеги, доброе утро. Давайте проверим связь. Пожалуйста, напишите плюсики, если хорошо видно меня и слышно. Да, вижу плюсы. Значит, у большинства все хорошо. Приветствую вас, коллеги. Постараюсь сделать этот вебинар интересным и полезным. Тема актуальная, льгота по налогу на прибыль. Сейчас приближается уже конец года, все прогнозируют свою отчетность, поэтому тема будет актуальна, особенно финансистам. Ну и пока мы начинаем, пока кто-то, может быть, с опозданием подключается, напишите, из какого вы города, и также укажите размер вашей компании, чтобы я понимала аудиторию. Буковками можно МСК, малый и средний, или крупный бизнес, и цифры вашего должности, роль в компании, то есть либо генеральный директор, владелец бизнеса, либо финансовый управленцы, или троечку прочие должности. Москва, малый и средний, финансисты. Так, ну я вижу, финансисты у нас традиционно и прочие должности. Ну тогда могу смело сегодня финансовыми терминами. Я сама в прошлом финансовый директор практикующий, поэтому хорошо знаю все проблемы, с которыми вы сталкиваетесь. Кому-то, может, беспокоят ковенанты банковские, у кого-то, может быть, проблема привлечения финансирования на операционные либо стратегические цели. Об этом мы о всем поговорим, и об альтернативных источниках финансирования во второй части нашей презентации. Сначала кратко расскажу про льготу, в чем она заключается, немножко предыстории, почему ее приняли. И дальше больше времени оставлю на ваши вопросы, и немножко забегаем вперед. Что же будет после окончания действия этой льготы? Так, ну я смотрю, у нас все финансисты, коллеги. Тогда давайте продолжать. Давайте продолжать. О чем пойдет речь? Как я уже сказала, льгота по налогу на прибыль принята 166 ФЗ, и действует она в 2018-2019 году в отношении нематериальных активов и выявленных в результате инвентаризации. К сожалению, реальность такова, и многие эксперты это отмечают, что доля нематериальных активов в общих активах российских компаний крайне низкая по сравнению с западными компаниями, где капитализация порой наполовину, а то и больше, зависит от нематериальных активов. Об этом говорилось в том числе и на последнем форуме «Открытые инновации» в Сколково, руководитель комитета ВРСПП, который занимается как раз интеллектуальной собственностью. Это беспокоит не только финансистов, не только государственные органы. Общая тенденция наблюдается во всем мире с особенного внимания целями устойчивого развития, потому что одно дело выйти на рынок, другое дело на нем развиваться и конкурировать, какие-то новые продукты выпускать. Поэтому устойчивое развитие, все об этом говорят, крупные компании уже давно включают эти цели в свои стратегии, внедряют нефинансовые отчеты о устойчивом развитии. Так, проблема со звуком. Коллеги, буду немножко отвлекаться на чат, потому что, может быть, из-за обновления плеера не всегда хорошо звук. Попробуйте перезагрузить страницу либо обновить плеер, тогда все должно быть хорошо. Но в любом случае в записи все будет видно, доступно, можно будет пересмотреть. Итак, немножко предыстории. Почему вообще, в принципе, родилась эта льгота? Это, как я уже сказала, особое внимание уделяется целям устойчивого развития. Наша страна в том числе на международной арене также участвует в различных дискуссиях и заседаниях. Была принята программа 2030, так называемая, по интеграции целей устойчивого развития в национальную экономику. И как результат вылилось это в майские указы президента, а все, наверное, уже слышали об этом, конкретно 204 указ президента, который провозгласил основные направления развития страны до 2024 года, в том числе и в области науки и инноваций. И поскольку Россия находится на начальном этапе развития, научно-технического развития, путь таким образом проходит, что основной драйвер, основной рычаг к улучшению инновационной составляющей как раз помимо государственного финансирования за счет налоговых льгот, которые даются бизнесу в этой области. Поэтому первоочередная мера, которая была принята, это как раз 166 ФЗ, в котором я упомянула, принято он был 18 июля 2017 года на ограниченный срок, и он дает компаниям своего рода налоговые каникулы на то, чтобы привести свои активы в порядок, конкретно нематериальные активы. То есть то, что де-факто есть в компании, но юридически не оформлено и не нашло отражения в отчетности, а просто списано в рамках обычной деятельности в расходы периода. Ну, если вы финансисты, наверняка знаете, что капитализировать затраты не всегда бывает эффективно, поскольку таким образом увеличивается налогооблагаемая база по налогу на прибыль, и не всегда управленцы думают о долгосрочной перспективе, иногда стратегические цели отодвигаются текущими операционными целями, которые нужно решать здесь и сейчас. Поэтому капитализировать затраты и потом в течение длительного срока полезного использования нематериального актива переносить стоимость амортизации не очень эффективно с экономической точки зрения. Поэтому в рамках льготы можно привести в порядок то, что уже есть в каждой компании. Нематериальные активы, повторюсь, есть абсолютно в каждой компании, потому что тот продукт, который вы производите, несмотря на то, что либо это производство, либо услуги, все равно есть определенный продукт, и то, как вы его производите, те способы производства, те конкурентные преимущества, которые позволяют вам в выигрышном положении быть по сравнению с вашими конкурентами, это как раз не всегда в материальном мире находится. То есть это что-то неосязаемое, которое как раз дает вам вот эту дополнительную маржу. Не буду долго останавливаться на некоторых слайдах, материалы вы все получите. Постараюсь максимально интерактивно и понятно рассказать о сути льготы, о вопросах, которые будут возникать, и тогда мы с вами можем подольше пообщаться на конкретных примерах по вашей компании. Изменение трендов в отношении материальных активов заметно. Как я уже сказала, кроме того, что это одна из целей устойчивого развития, другая сторона, то чтобы повысить инновационность нашей экономики, сократить зависимость от сырьевого экспорта, развить внутренние технологии, в том числе для импорта, замещения. Поэтому меры государственной поддержки колоссальные. Более 630 миллиардов рублей только в национальном проекте «Наука» заложено. Вводятся новые инструменты финансирования, как кредиты под залог нематериальных активов, но это больше для малого и среднего бизнеса, о чем расскажу чуть подробнее дальше. Льготные ставки по кредитам, улучшение инфраструктуры, также в партнерстве с государством, частные инвестиции, создание технопарков, промышленных парков. То есть всячески позволяют бизнесу улучшить свой интеллектуальный потенциал и развить продукты внутри страны компетенции. Льгота ограниченная. То есть мы обращались в Минфин с официальным запросом, будет ли продление, потому что о льготе мало кто знал, исключение, скорее всего, только госкомпании, которым было конкретное постановление правительства, которое обязывало компании собрать неочередные советы директоров и инициировать инвентаризацию именно нематериальных активов. Если обращали внимание, на госзакупках появляются периодически лоты, конкретно в компании Ростех недавно было, по выявлению на производственных предприятиях нематериальных активов. Суммы этих контрактов многомиллионные, там от 30 до 46 миллионов мы увидели. Вертолеты России не так давно, вот в 2018 году в своей отчетности отразили нематериальные активы, выявленные в результате инвентаризации, на 3,6 миллиарда рублей. То есть это не то, что какой-то несущественный эффект для отчетности, это действительно те активы, которые позволяют генерить прибыль, денежный поток, но они никак не учтены в компании. Поэтому льгота говорит о том, что все нематериальные активы, которые выявлены в результате инвентаризации, они принимаются к учету, первоначальная их стоимость определяется по оценке, рыночная стоимость, и эта сумма, этот вне реализационный доход не включается в базу по налогу на прибыль. Так, буду отвлекаться на вопрос, что кроме ноу-хау можно отнести к нематериальным активам. Антон, отличный вопрос. Различные виды сложных и составных объектов интеллектуальной собственности с элементами авторского права, техническая документация, программные коды, базы данных, то есть перечень широкий. То есть у нас традиционно принято, что если есть нематериальные активы на балансе, то это в основном товарные знаки, либо патенты. То есть то, к чему мы привыкли, то, что подлежит государственной регистрации, поэтому обязательно нужно зарегистрировать, получить свидетельство. Поэтому эти активы наиболее распространены. На самом деле их огромное множество. Если открыть четвертую часть гражданского кодекса, можно найти огромный перечень. Просто ввиду ограниченной экспертизы внутри компании, не всегда можно идентифицировать эти объекты. Поэтому сложно, в принципе, отделить, выявить создание этого объекта внутри компании отдельно от обычной операционной деятельности. Григорий, то же самое распространенный вопрос. То, что осталось мало времени, не успеем. Но смотрите, если идти по долгому пути, внутренняя экспертиза, скорее, да, полтора месяца. С учетом обычных операционных задач достаточно сжатый срок. Но если привлечь экспертов, можно успеть. Причем отчетность у нас годовая сдается в том числе включая до 31 марта. Если у вас какие-то внутренние ускоренные процедуры закрытия, конечно, да, там более сжатые сроки, но, в принципе, до марта можно успеть. Единственное, что все основные процедуры нужно запустить до отчетной даты. Об этом о технике подробнее чуть дальше остановимся. Выгоды очевидны от использования материальных активов. Увеличиваются чистые активы. Но если кратко, схематично, я вот постаралась там небольшой интерактив нести. Не знаю, насколько видно. То есть в балансе, получается, внеоборотные активы увеличиваются. Соответственно, вне реализационный доход в отчете о прибылях, убытках появляется, то есть увеличивает результаты периода, но не облагается налогом на прибыль. И, соответственно, он переходит в капитал, в нераспределенную прибыль. Соответственно, чистые активы увеличиваются, улучшается соотношение собственного и заемного капитала. Соответственно, те ковенанты, которые банки всегда накладывают, опять же, улучшается финансовый результат текущего года, улучшаются чистые активы. Если нужно какое-то дополнительное финансирование, можно, опять же, привлекать, поскольку улучшились все ваши основные показатели. Но там чуть позже на примере, конкретно на цифрах вам покажем. Если кому-то интересна информация по кредитованию, ставьте плюсики, более детально на этом остановимся. В основном финансисты, и, скорее всего, кредитный портфель есть у всех. Да, Оксана, вижу. С учетом того, что ключевая ставка сокращается, есть возможность снизить ставку по действующим кредитам. Не всегда банки охотно на это идут, поскольку это их доход. Но, опять же, если улучшаются текущие финансовые показатели, можно рассматривать процедуру рефинансирования. Конечно, это непростой и долгий путь, но с учетом экономии на ставке эффект может быть существенный. Отлично. Значит, с кредитами все работаем. Подробнее остановимся дальше. Процесс получения льготы кратко представлен на этом слайде процедуры. То есть сначала этап идентификации, потом оформление и описание самих объектов. Ну, здесь на примере у нас ноу-хау, но это не обязательно, может быть, это могут быть и программные коды, и базы данных, как я уже сказала, авторское право, какие-то методики, чертежи, конструкторская документация. Опять же, если мы говорим о ноу-хау, обязательно введение и поддержание режима коммерческой тайны для закрытого характера информации. Определение стоимости, рыночной стоимости, то есть по отчету независимого оценщика. Важно, чтобы экспертиза оценщика была достаточной для работы с материальными активами. Ну, и уже конкретные процедуры по постановке на учет, документы, проводки, это уже техника. И как результат улучшение финансовых показателей и экономия на налоги на прибыль, поскольку этот внеоритационный доход не включается в базу. Дарья, сложный процесс, где взять всех специалистов? Да, хороший вопрос, Дарья. Понятно, что ввиду ограниченных сроков и недостаточности внутренней экспертизы, конечно, лучше привлекать экспертов, кто в этом имеет определенный опыт, чтобы те выгоды, на которые вы рассчитываете, действительно были достижимы. Ну, и вот конкретно пример, который хотели показать, иллюстрация на данных реальной компании за 2018 год и прогноза финансового результата до конца 2019 года. Был привлечен долгосрочный кредит, как следствие возросла существенно процентная нагрузка, ожидается существенное ухудшение финансовых показателей операционных в прогнозе на 2019 год, и смоделировали ситуацию при выявлении постановки на баланс. Ноу-хау стоимостью 200 миллионов рублей. Валентина, вопрос. Нужно ли в штат брать всех сотрудников? Нет, не обязательно. У вас будет договор, экспертиза будет подтверждена, отчет независимого оценщика, который не вызывает вопросов. Для большей уверенности можно самостоятельно заказать экспертизу с РОО «Саморегулируемая организация оценщиков». Эта экспертиза используется и налоговой, и в судебных спорах как дополнительное подтверждение достоверности отчета оценщика. Обязательно в штат брать специалистов не нужно. Достаточно тех штатных сотрудников, которые у вас есть, плюс внешние экспертизы. Итак, к примеру, как я уже сказала, нематериальные активы были в несущественном объеме, всего 6 миллионов. Моделируем ситуацию и выявление плюс 200 миллионов в качестве ноу-хау. Как я уже сказала, возросла существенно кредитная нагрузка, и проценты к уплате практически удвоились. Соответственно, с учетом ухудшения операционных результатов все основные экономические показатели, вы видите, динамику существенно снизились. При результате инвентаризации, соответственно, у нас улучшаются чистые активы, и показатели выходят практически на докризисный уровень. Какая экономическая выгода во всей этой истории? Ну вот если соотнести процентное к уплате и с телом кредита, в среднем ставка была в районе 13%. Эта операция по выявлению и постановке на баланс инвентарных активов позволила компании рефинансировать действующие кредиты и сократить ставку до 10,5%. Но это, опять же, не самая сейчас лучшая ставка по рынку. Ключевая ставка сокращается, можно еще улучшать. Но в горизонте трех лет действия вот этого долгосрочного кредита с определенным графиком погашения, совокупная экономия на процентах составила порядка 45 миллионов рублей. Ну, кому-то эта цифра покажется несущественной в зависимости от объема бизнеса, но для нашего клиента это, конечно, экономия существенная. Вопрос еще, Антон. На какую сумму реально можно выделить инвентарные активы для компании МСП? Антон, ну, нужно посмотреть каждую конкретную ситуацию в отдельности. Вот у нас указанная электронная почта, и в конце будет моя прямая электронная почта, контакты. Можете написать. Мы, соответственно, проведем экспресс-оценку и озвучим цифру, которую реально выявите. С учетом модели вашего бизнеса, с учетом отрасли, нашей экспертизы, можем сделать такую экспресс-оценку. В каких банках доступно? На самом деле, широкой практики пока нет. Это будет банк МСП, поскольку эта мера принята в рамках проекта по поддержке компании МСП, тоже национальный проект отдельный. И, соответственно, сейчас совместно с Роспатентом создана рабочая группа по тому, как банки будут оценивать эти нематериальные активы. Поскольку для недвижимости, для транспортных средств, основных средств есть уже определенные подходы, понятно, что там дисконтируют стоимость неприлично. С учетом того, что нематериальные активы совсем, непрофильные активы для банков, привлекается Роспатент для того, чтобы достоверно оценить и чтобы не было такого уже занижения стоимости этих нематериальных активов. Пока на данном этапе разрабатывается эта процедура, широкой практики нет. Скорее, банки используют это как со-залог. И так, все ли банки работают так? Пока не все. То есть крупные банки и до внедрения вот этих национальных проектов, в том числе, брали это как со-залог. Ну, когда особенно нечего заложить, берут все. Мы знаем с вами. Поэтому широкой практики пока нет. Мы мониторим ситуацию, мы также входим в состав этой рабочей группы. И как только конкретная практика появится, мы будем озвучивать это на наших мероприятиях. Насколько заинтересовала вас эта информация? Готовы ли вы приступить к проекту и сэкономить несколько десятков миллионов рублей? А может, сотен, в зависимости от масштаба вашего бизнеса? Мы снимаем заинтересованность, поскольку потом, когда у нас будет свежая актуальная информация, чтобы опять пригласить вас уже на детальный вебинар, где мы уже конкретно по технике могли бы с вами обсудить. Да, вижу, заинтересованность есть. Опять же, коллеги, обращу ваше внимание, это не рисование отчетности. Ну, мы сталкиваемся с стандартными возражениями. Это законная льгота, которая принята федеральным законом, которая отражается в налоговом кодексе, статья 251. И, соответственно, крупные компании это применяют. То есть если бы это были какие-то махинации, ну, сами понимаете, в таких масштабах это бы не проводилось. Это не какие-то оптимизации отчетности. И опять же, да, по технике, поскольку на слух, может быть, это сложно воспринимать. Соответственно, вот так вот схематично нарисую. Вот здесь вот у нас будет бухгалтерский учет, здесь будет налоговый учет. Соответственно, в бухгалтерском учете у нас появляется актив. Первоначальная стоимость для принятия к учету, как любых излишков в июльных результате инвентаризации, только по рыночной стоимости отчета оценщика. Рыночная стоимость у нас существенная, поскольку влияние на денежные потоки бизнеса могут быть существенны. Для налогового учета, тут всегда у нас консервативный подход, применяются только документально подтвержденные расходы. Что у нас это будет? Это у нас будет консалтинг на приведение актива в должное состояние и оценка. То есть сумма в налоговом учете будет низкая. Сумма в бухгалтерском учете будет справедливая, достоверная, которая оценена рынком. Вот. Таким образом, когда у нас определяет, то есть мы принимаем по учету актив, мы определяем его стоимость и срок полезного использования. Срок полезного использования материальных активов бывает длительный, бывает его можно определить, бывает нельзя. Если нельзя определить срок полезного использования, в бухгалтерском учете амортизации нет. Это если у нас срок не определен. В бухгалтерском учете амортизации нет, но даже для неопределенного срока полезного использования в налоговом учете применяется 10 лет. И, соответственно, маленькая стоимость на 10 лет, стоимость затрат, которую вы в налоговом учете принимаете, будет низко, несопоставима, даже если у вас в бухгалтерском учете амортизация будет от рыночной стоимости. Поэтому налоговых рисков от этой операции нет, поскольку вы не занижаете будущую налоговооблагаемую базу, у вас актив принят по документально подтвержденным расходам, то есть для налогового учета рисков никаких нет. Мы, опять же, анализировали, негативного арбитража по этой льготе тоже нет. Так, вопрос. Реально ли успеть до конца года? Алена, реально. То есть я больше, чем уверена, что 80% аудитории понимают важность того, чтобы успеть это сделать в текущем году. Тенденция не только на российском рынке, но и в целом мировой практики по улучшению, развитию инноваций, улучшению технологий, ну, то есть отрицать это было бы просто бессмысленно. Вот, поэтому, так или иначе, наше государство постепенно, медленными темпами движется в этом направлении. Крупные компании уже давно выстроили трехуровневую систему управления интеллектуальной собственностью с представителями в советах директоров крупнейших компаний. В отчетах годовых вы можете это наблюдать. Компании из четверки коллеги также проводят эти проекты. То есть по крупным компаниям мы также согласуем позицию с аудиторами. И для МСФО отчетности это тоже актуально. Там есть определенные свои методики. Поэтому еще раз подчеркну, больше чем 80% наверняка понимают, что важно это сделать в этом году, пока вот это окно возможностей с налоговой льготой есть. Алена, да, реально успеть до конца года. Опять же, годовая отчетность сдается вплоть до 31 марта. Важно запустить все процедуры до отчетной даты. И возможности для малого и среднего бизнеса. Есть у нас в основном компании малой и средней капитализации. Как я уже сказала, помимо национального проекта «Наука», также принят национальный проект по поддержке субъектов МСП для обеспечения большей устойчивости нашей российской экономики. То есть сейчас процент участия МСП в валовом внутреннем продукте порядка 20%. Ключевой показатель 30% и в последующий год до 40%. В развитых экономиках для сравнения этот показатель доходит до 50-60% опять же. Поэтому для малого и среднего бизнеса максимальные меры поддержки – это обеспечение доступа к инструментам фондового рынка. Об этом чуть подробнее расскажу. Финансовая поддержка в рамках национальной гарантийной системы, в том числе гарантии по вот этим залогам на интеллектуальную собственность. Льготные ставки для обычных кредитов, также упрощенное получение лизингового финансирования. Критерии можно посмотреть непосредственно в 209 ФЗ по МСП. Основные – это по численности и по объему выручки. Ну и вот конкретно на эту меру кредитование под залог прав на интеллектуальную собственность до 2024 года выделяется объем финансирования в размере 31 миллиард. По годам вот здесь тоже видно, что на начальном этапе совсем несущественная сумма заложена, пробная, поскольку техника только обкатывается, применяется, согласуется с банкирами, как они будут принимать эти залоги. Но потом в последующем основное финансирование на последующие года распределяется. И ввиду недостаточно известности этих мер поддержки, конкуренция субъектов МСП здесь вот еще в начале будет не такая высокая. Доступ субъектов к инструментам фондового рынка – об этом мы тоже на наших семинарах рассказывали. Это вообще новелла для компаний малосредней капитализации. То есть если крупный бизнес как-то так или иначе сталкивался с фондовым рынком, с привлечением средств в рамках размещения корпоративных облигаций или даже IPO, то малосредний бизнес вообще даже не рассматривал для себя такие инструменты. То есть сейчас упрощенный порядок привлечения займов облигационных без залогов, без риска потери активов, без поручительства акционеров. То есть это иногда является ключевым фактором для владельцев бизнеса, поскольку риск потери активов, который еще и дискортирован наполовину, конечно, подрывает устойчивость бизнеса. Также возможность гибкого управления долгом, поскольку нет зависимости от одного кредитора, от банка. Привлечение средств на более длительный срок, то есть там порядка двух-трех лет, плюс можно предусмотреть аферту с досрочным выкупом. И поскольку компания становится публичной, прозрачной, повышается узнаваемость бренда, соответственно, синергия всех вот этих вот факторов может вылиться в качественно новом квантовом скачке роста и развития. Так, вопросы. Вопросы у нас тут накопились. С чего начинает, насколько трудоемкий процесс? Быстро в этом году под какие-то конкретные объекты и любые. Ален, не совсем понятно, вы имеете в виду залоги под какие-то конкретные объекты. Можете написать напрямую либо мне на почту, либо на консалтинг, мы ответим на вопрос конкретно по вашему бизнесу. Также, коллеги, обращаю внимание, что для московских компаний мы практикуем встречи, можем встретиться у вас в офисе и обсудить, насколько эта история применима именно к вашему бизнесу. С учетом отрасли, с учетом видов деятельности. Разве налог на прибыль платится с налоговой прибыли за счет того, что амортизации не будет, актива такового тоже не будет. Ну, как раз налоговая прибыль, налоговые расходы, то есть налоговый расход, амортизация от стоимости в налоговом учете актива будет низкая. Налоговлагаемая база выше, но у налоговой всегда позиция в том, что базу занижают. Мы здесь базу не занижаем, поскольку объективно актив у нас по документально подтвержденным расходам будет в налоговом учете. Рисков нет, но сумма налога в налоговом учете будет больше, чем в бухгалтерском учете. Ольга, ну, конкретный вопрос, может быть, я просто не совсем понятно объяснила. На цифрах, на примере, может быть, будет нагляднее понятно. Можете написать нам на почту, или мы в рамках скайпа, или если вы в Москве, можем встретиться, обсудить более подробно, какой процент расходов субсидируется. Вы имеете в виду, по привлечению финансирования на фондовом рынке субсидируется, помимо расходов на подготовку выпуска до полутора миллионов, субсидируется также купонный доход, две трети ставки рефинансирования. На цифрах рассмотрим. Да, Ольга, конечно, обращайтесь, на цифрах мы с вами подробно, детально рассмотрим на примере. На финансирование через выпуск облигации предусмотрено на национальном проекте порядка 48 миллиардов рублей. И мы видим практику ускоренного освоения, то есть если на 2019 год закладывали в нацпроекте ключевые миллиард рублей, то на текущий момент, по последним данным Московской биржи и Центробанка, уже выдано 10 выпусков общим объемом 2,7 миллиарда рублей. То есть процедура уже обкатана. Опять же, конкуренция пока еще небольшая. Центробанк не делает эту практику массовой по простой причине, что они гонятся за качеством. То есть очень скрупулезно подходят к оценке все-таки имитентов, чтобы не было дефолтов, то есть на старте программы, чтобы не было каких-то негативных факторов. Но видим, что практика уже нарабатывается, уже и сроки выдачи ускоряются. В среднем дебютный выпуск занимает, конечно, там подольше, но последующие при регистрации уже программы облигационных выпусков сроки сокращаются вплоть до нескольких недель. Ориентировочные расходы. Алексей, по срокам озвучила, ориентировочные расходы в среднем от 2 до 3% от выпуска берут профессиональные участники рынка по подготовке комиссии. Ну, плюс, если это конкретно выпуск биржевых облигаций, потому что там разные вообще есть методы, есть и высокодоходные облигации там по биржевому рынку. То есть если у вас конкретно интересует этот вопрос, в рамках вебинара мы, к сожалению, по времени не сможем детально все эти вопросы обсудить. Также у нас были вебинары на эту тему ранее, можете на нашем сайте записи посмотреть, либо давайте организуем встречу и остально пообщаемся. Конкретно про НМА. А, расходы вы имеете в виду по инвентаризации. Там тоже у нас определенная вилка в зависимости от объема выявленных активов, то есть процентная ставка. Чем выше выявляем активы, принимаем к учету, тем процентная ставка ниже. Можете направить запрос, мы конкретно коммерческое предложение вам вышли. Сам аудит, процедура... Да, интересное предложение для участников вебинара, который у нас онлайн. Сама процедура аудита стоит с декабря месяца 300 тысяч рублей. Но конкретно для участников вебинара мы сделаем скидку, и все, кто обратится к нам после вебинара, инвентаризация проводится за 200 тысяч рублей. Конкретно получаете отчет с выявленными активами, с вопросами по юридической стороне, то есть если недостаточно оформлений или оформлений режима коммерческой тайны. Соответственно, потенциальная стоимость, которая детально будет утверждена уже отчетом оценщика. Как по аудиту, так по всему проекту конкретное коммерческое предложение вышли. В течение какого периода скидка действует? Действует она, ну вот мне нужно с коллегами уточнить, но по-моему до конца ноября. То есть вот для тех, кто сегодня присутствует, можете сразу зафиксировать, направить нам письмо, либо на консалсент, либо на мой личный адрес. После встречи, после общения мы с вами зафиксируем эту стоимость. Да, Виктор, я прекрасно вас понимаю, об экономии всегда важно думать, потому что мы считаем деньги, мы обеспечиваем ликвидность для бизнеса, это ключевая наша роль. Мария, хороший вопрос. Да, цену наших услуг можно включить в стоимость актива, поскольку она необходима для доведения их до возможного использования, для получения экономических вводов. Да, конечно. Если нужна оценка сравнительным методом, можно вам помочь. А, Ирина, да, вот этот вопрос не учла. Смотрите, у оценщиков всегда несколько подходов затратный, сравнительный и доходный. Ну, то есть если мы там говорим об стандартных объектах, недвижимости в том числе, с нематериальными активами чуточку сложнее. Есть определенные методики, лучшие практики, которые говорят о том, что сравнительный подход ввиду того, что активы не широко распространены, информация в большинстве случаев закрытая, сравнить не с чем. То есть сравнительный подход отпадает. Затратный подход, если мы говорим о результате инвентаризации, нельзя достоверно открутить на несколько лет затраты, собрать достоверно, объективно тоже невозможно. Остается доходный подход, когда мы прогнозируем экономические выгоды от использования этого актива на горизонт срока полезного использования, и эти прогнозные денежные потоки дисконтируем к сегодняшнему дню. Поэтому в практике в основном используется как раз доходный подход к оценке на материальных активах. С учетом выручки, с учетом денежных потоков, стоимость активов может быть существенной, опять же повторюсь, несопоставимой с тем, если бы вы стандартным образом собирали это по затратам. А как цена услуга включить в сумму активов? Если конкретная техника, у вас будет конкретный договор, где предметом будет как раз определение идентификации этих активов, определение стоимости рыночной выявленных активов, соответственно, вы включаете это, как обычно, как все капитализируемые затраты, стоимость актива. То есть на 0,8 счет собираете, потом приказом ввода в эксплуатацию на 0,4 уже в сумму всех активов. Точнее, в сумме затрат. Так, коллеги, активнее задавайте ваши вопросы, потому что я все профессионально в деформации, и глубокая экспертиза в этом вопросе могу какие-то вещи просто подразумевать, и, может быть, не совсем четко сформировала повестку. Может быть, какие-то вещи нужно еще раз объяснить. Так, ну, вопросов... Так, вопросы... Все, коллеги, печатают. Смотрите. На этом слайде кратко попытались обозначить саму процедуру, упрощенную по размещению облигаций на фондовом рынке. Размещается это в рамках сектора роста определенный сегмент московской биржи, нет требований к консолидированной отчетности, поскольку малый и средний бизнес в основном работают с российской отчетностью, нет обязанности раскрытия существенных фактов обязательных, отчетов квартальных тоже нет, раз в год стандартный отчет имитента, и возможность автоматизированной подготовки всех эмиссионных документов, поскольку у них уже есть личный кабинет, шаблоны документов, конструктор, поэтому процедура максимально облегчена для имитентов. Виктория, вопрос. Методику оценки стоимости есть требования под льготу? Нет, конкретно под льготу нет требований. Стандартный подход, то что все излишки выявлены в результате инвентаризации, по приказу Минфина определяется стоимость рыночной. Рыночную стоимость никак нельзя определить иначе для нематериальных активов, чем отчет независимого оценщика. Поэтому требований нет. А у оценщиков определенные свои требования, ограниченные все федеральными законами, федеральными стандартами об оценке, и конкретно по нематериальным активам, там тоже все прописано, и как я уже сказала, практика широко склоняется в сторону как раз доходного подхода. Это широко используется и исконно инновационными компаниями Роснано. Совместно у них разработана методика с Беллойд. Мы тоже знакомы с этой методикой. Если есть интерес, можем выслать. Многостраничный документ, более 100 страниц, поэтому если будет время его изучать, но если вкратце, мы можем также в рамках общения какие-то основные моменты обсудить. Субсидии по выпускам корпоративных облигаций не только для субъектов МСП. Рядом постановлений субсидируются выпуски и по другим облигациям, и для компаний крупных. Вот про это постановление я уже упомянула. Для компании МСП субсидируются затраты на выпуск облигаций и возмещение купонного дохода в размере 2,3 ключевой ставки Центробанка. Заявки подаются дважды в год. Здесь такой порядок, что сначала вы должны понести эти расходы, а потом уже заявлять их на возмещение. То есть через Минпромторг заявки регистрируются, рассматриваются дважды в год, вот в июле и в октябре. Последняя практика, вот одна компания S-инновации, помимо успешного размещения в июле, они еще и получили субсидию. Для крупных компаний также по инвестиционным проектам, по выпускам облигаций предусматривается также субсидирование купонного дохода, не более 70% базового индикатора. В рамках реализации комплексных инвестиционных проектов, также выпуск зеленых облигаций, так называемых, которые нацелены на улучшение производственного процесса, сокращение вредных выбросов. То есть опять же это созвучно всем целям устойчивого развития, сокращение вредного влияния производства, улучшение качества жизни. То есть все в этом ключе движется, поэтому законодательство соответствующим образом развивается. Вкратце расскажу, что же делать после отмены льготы. Опять же, налоговые субсидии для усиления экономической целесообразности компаний увеличивают расходы на НИОКР, возможно только через налоговые какие-то субсидии. Первоначально это окно возможностей заканчивается в 2019 году. После отмены, скорее всего, будет распространен механизм инвестиционного налогового вычета, который действует в отношении основных средств, также будет распространен на расходы, направленные на НИОКР. Законопроект сейчас в Госдуме. Вот буквально на следующий вторник планируется второе чтение. То есть мы отслеживаем эту ситуацию. Механика такая, то есть до 90% за счет бюджета субъекта и 10% за счет федерального бюджета стоимости, которую компании затратили на обновление своей производственной базы, приобретение основных средств, может быть одномоментно использована как налоговый вычет. То есть не через амортизацию переносить стоимость на финансовые результаты, а одномоментно использовать как вычет. То есть это содержит в себе такую экономическую подоплеку того, чтобы компании не увеличивали налогооблагаемую базу. Потому что если мы капитализируем затраты, соответственно база налогооблагаемая увеличивается, и у компаний нет экономического стимула этим заниматься. Здесь государство говорит о том, что вы открываете неокры, тратите на это деньги, капитализируете затраты, но вот все то, что вы не учли у себя в расходах, мы вам компенсируем, вы можете одномоментно всю сумму вот этих капитализированных расходов принять как налоговый вычет. То есть по сути на цифрах не изменится ваше положение, но механика будет немножко другая. То есть если сейчас в рамках инвентаризации вы стоимость по рынку определили, и вопросов не возникает, потому что это независимый отчет оценщика, который может быть в том числе подтвержден экспертизой, независимый, то когда вы идете по пути сбора затрат, на затраты налоговая всегда очень пристально смотрит, то есть не мне вам об этом рассказывать, наверняка каждый уже в практике своей сталкивался. Соответственно, нужно будет приказами определенно открывать эти неокры, направлять эти затраты, соответственно, отчеты по неокр предоставлять налоговую, насколько успешно были неуспешны неокры, насколько обоснованы эти затраты были для именно развития в неокрах. То есть вопросов будет масса. Мы сейчас отслеживаем правоприменительную практику в отношении к основным средствам, поскольку тоже каждый субъект принимает это своим законом, определенные свои критерии могут закладывать, то есть различия по портрету компании, то есть ограничения по видам деятельности, по конкретным АКВЭД, различные суммы расходов признаются, какие-то субъекты по максимальной границе проходят, разрешенные в налоговом кодексе, какие-то там ограничивают. То есть, соответственно, практика будет очень широкая, мы ее все консолидируем, и после принятия законопроекта в декабре, скорее всего, 4 декабря, планируем как раз вебинар на эту тему. В вычете экономия меньше, чем на льготе. Да, Мария, в вычете однозначно меньше, потому что сумма только в эквиваленте собранных затрат, которые вы несете. На неокры, ну что вы можете потратить? Зарплату сотрудников, которые занимаются этими разработками, какие-то конкретно договоры, привлечение сторонней экспертизы на разработки, какие-то исследования. Но, опять же, только те затраты, которые вы понесли. Рыночная стоимость их не оценивается. То есть, для первоначального признания только сумма реально понесенных затрат. Экономия будет меньше. Как инвентаризацию материальных активов проводить? Валентина, здесь отличный вопрос. Здесь важна экспертиза, потому что выявить, что охраноспособно, а что нет в рамках вашей деятельности. Потому что, наверняка, если мы говорим о производственной компании, наверняка есть отделы качества, которые работают как раз над тем, чтобы сокращать брак, повышать качество продукции. Соответственно, вся экономия по браку – это экономическая выгода. Очевидно. Как это правильно оценить? Как построить корреляцию финансовой модели от влияния этого нематериального актива на общий экономический результат компании? То есть без экспертизы конкретно патентных поверенных, которые знают, что охраноспособно, а что нет, скорее всего, будет сложно. Если нет конкретных научных сотрудников в штате, то, наверное, сложно. Опять же, есть определенные критерии, если мы говорим о патентноспособных решениях, то есть там тоже определенные критерии Роспатента, что можно признать активным, а что нет. Поэтому инвентаризацию… Валентина, вы можете написать, опять же, мне на электронный адрес. В зависимости от того, чем занимается ваша компания, можем сориентировать, как и что, то есть либо порекомендовать экспертов, кто может вам помочь. Если вы в Москве, проще, мы можем просто подъехать навстречу. Где посмотреть список субъектов? Конкретного перечня нет. Мы у себя эту информацию консолидируем. Людмила, можете написать нам на электронный адрес, и мы пришлем актуальную информацию на текущий момент. Если нет присутствия компаний в субъектах, где есть инвест-вычет, тогда инвест-вычет невозможно, Анатолий. Ответ прост. Ждать, пока правительство региона примет этот закон, поскольку практика, ну, по крайней мере, по основным средствам мы видим широкое распространение. Есть действительно экономическая целесообразность для компаний улучшать свою производственную базу за счет модернизации, за счет приобретения новых основных средств. В торговле. Да, Лариса, в торговле тоже можно выявить на МА различные, особенно методы управлениями продаж. Если мы говорим о стрит-ритейле, там тоже управление вниманием, управление средним чеком, то есть тоже у нас был проект концепции оформления фасадов. Как это влияет на трафик, как это влияет на средний чек. Здесь экономическая модель вполне себе простая, когда ты конкретно видишь, насколько возрастает средний чек, умножаешь на трафик конвертируемый, все, сразу видно экономическая составляющая от этого объекта. Анатолий, в том смысле, имеет смысл входить в особо экономические зоны? Имейте в виду, будет ли там вычет применяться или нет. Но вопрос хороший. Нужно посмотреть практику, потому что не все, ну то есть вот те субъекты, которые приняли инвест-вычет, не везде есть особо экономические зоны. Анатолий, я прям себе помечу вопрос, очень хороший вопрос вы задали. По особым экономическим зонам там уже есть преференции по налоговому времени, которое тоже там в горизонте 50 лет не меняется, поэтому там преимущество, наверное, все-таки закона об экономической зоне. Хорошо, если вы оставите, Анатолий, ваши контакты, мы тогда уже проанализируем эту информацию и вам конкретно ответ пришлем. Ну и опять же подчеркну, почему сейчас именно самое подходящее время для внедрения изменений, поскольку льготы заканчиваются, дальнейшие перспективы продления, ну уже очевидно, что ее не будет. Мы обращались в Минфин с этим запросом, конкретный ответ получили, это также они в своих письмах закрепили этот ответ, то, что продление льготы не планируется. Они считают, что два года – это достаточный срок для приведения своих активов в порядок, поэтому это последняя возможность до конца 2019 года улучшить все качество финансовой отчетности, привести в порядок те активы, которые де-факто существуют. Опять же подчеркну, что это не рисование отчетности, это выявление тех активов, которые уже есть в компании. Многолетние практики сформированные, специально никак не выделявшиеся, не капитализировавшиеся затраты на них, но они есть в компании, есть критерии отнесения их к нематериальным активам, но они, во-первых, не защищаются, поскольку вы их не идентифицируете как актив, не охраняете с помощью юридической стороны, соответственно, не защищаете ваши конкурентные преимущества, и здесь целый комплекс слабых мест, которые как раз до конца 2019 года можно закрыть. Также планируется, как я уже сказала, новый выход банковских, новый механизм банковского финансирования под залог прав на интеллектуальную собственность. Сейчас дорабатывается этот механизм, и в дальнейшем планируется широкая практика с участием, с привлечением экспертизы, в том числе Роспатента. Широчайшие меры господдержки для субъектов МСП. Помимо расширения доступа к финансированию, также в рамках закупочного процесса, в основном для госкомпаний, поощряется привлечение субъектов МСП, в том числе и для каких-то инновационных проектов. То есть, если вы соответствуете критериям МСП, то можете радоваться, поскольку сейчас у государства усиленное внимание и поддержка, и порой конкурирующие институты борются за субъектов, потому что всем нужно отчитываться о выполнении нас проектов, подтверждать свои KPI. И пока еще относительно низкая конкуренция на субсидии и по выпускам корпоративных облигаций, и по другим мерам поддержки, поскольку субъекты МСП ввиду того, что пока еще корпоративные процессы не настолько выстроены, как в крупных компаниях, нет еще известности тех или иных инструментов, в том числе привлечения финансирования. Про субсидицированные кредиты я не говорю, про фондовый рынок тоже. Поэтому у Центробанка сейчас даже задача просветительская, то есть они по регионам ездят, рассказывают об этих возможностях, поскольку пока еще основная масса целевой аудитории не охвачена, то есть в принципе даже не знают о таких возможностях, о мерах господдержки, которые существуют. Иногда даже мы не все меры господдержки знаем, поскольку это принимается в рамках законопроекта, то нужно очень глубоко и точечно отслеживать всю законодательную базу. Поэтому зачастую о мерах господдержки знают только авторы законопроектов выпущенных. Еще вопросы. Как убедиться, что мы можем успеть до конца года? Дмитрий, если оперативно обратиться, оценить потенциал и принять решение и действовать, то успеть можно. В среднем процедура идентификации занимает от трех недель, зависит от вовлеченности сотрудников, которые в этом задействованы. Экспертизы у нас достаточно, пока еще ресурсы тоже, но к концу года, к окончанию льготы наблюдаем повышенный всплеск спроса, поскольку все хотят успеть. То есть уже прогнозы более обоснованы по отчетности, есть какие-то риски по банковским кавинатам в том числе. Поэтому, опять же, это не рисование отчетности. То есть мы из пальца не высасываем то, что нельзя высосать. Это конкретные адекватные активы, которые де-факто у компаний сложились. Просто они должным образом не учитывались. И не нашли отражения в отчетности. Зависит от сложности объекта, вида оценки и так далее. Объекты сами по себе, несмотря на то, что перечень их шире, чем товарные знаки и патенты, но он все равно достаточно ограничен и в различных отраслях, ну, он так или иначе определен. Вот, поэтому, Дмитрий, если напишите конкретно, чем ваша компания занимается, мы можем экспресс-оценку провести, насколько примерный объем. Ну, то есть, чтобы, понятно, что в компании с выручкой там нескольких сот миллионов нельзя вывести активы, как, допустим, в вертолетах России на 3 плюс миллиарда рублей. Понятно, что все должно быть сопоставимо экономическим выгодам, денежным потокам, которые генерирует ваша компания. Да, коллеги, также для тех, кто присутствовал онлайн и дослушал до этого момента, мы можем выслать Excel-инструмент для моделирования отчетности. Как раз вот тот пример, про который я вам говорила. Можно посмотреть, насколько изменятся показатели при том или ином объеме негативных активов, которые потенциально выявить в рамках льготы, в рамках инвентаризации. Вот, поэтому, если вам интересен этот Excel-механизм, вы можете, да, можете написать для фармы. Фарма – это вообще клондайк по нематериальным активам, потому что любые рецептуры, любые, ну, то есть даже если дженерики, адаптированные для производства именно в России под вашу технологическую базу, это, ну, то есть объективно существование широкого спектра нематериальных активов, как с элементами авторского права, то есть определенных рецептур, методик, так и конкретно технологических решений, способов производства, ноу-хау и так далее. Дарья, вопрос, можно ли заказать отдельную услугу в сопровождении инвентаризации технического описания? Да, Дарья, у нас помимо комплексного проекта «Подключ», когда мы беремся за все этапы, то есть от приказа на инвентаризацию до приказа на постановки на учет, так и на определенных этапах мы тоже можем свою экспертизу предоставлять. Коллеги, можете написать плюсиками или каким-то другим способом, насколько информация была интересна, полезна, доступна, донесена? С регионами работаем? Да, Мария, конкретно в Петербург у нас несколько проектов было, мы конкретно выезжаем и на встречи, если это необходимо, потому что в рамках скайпа все равно не совсем эффективно взаимодействие, поэтому да, мы практикуем, у нас есть клиенты и в Санкт-Петербурге, поэтому да. Но и с удаленным регионом мы тоже в том числе работаем, есть возможность как подключиться на скайпе, так и, допустим, в командировке, то есть аудит, аудитор знает, что такое командировки. Да, с сибирскими городами тоже работаем, Оксана, пишите, свяжемся, если там разница во времени, тоже там указывайте, чтобы мы вас не беспокоили в слишком позднее время. Коллеги, задавайте вопросы, может быть, конкретные, не стесняйтесь, потому что я могу уже что-то подразумевать, конкретную механику. Есть ноу-хау приняток учета в размере затрат, возможно ли переоценить? Виктор, хороший вопрос. Опять же, когда мы говорим о первоначальном учете, то первоначальная стоимость объекта либо формируется с учетом затрат, когда мы идем по пути капитализации затрат, либо через инвентаризацию, когда мы выявляем и любые излишки приходуем по рыночной стоимости определенным отчетом оценщика. И уже в учетной политике у вас должна быть закреплена модель дальнейшего учета, последующего учета материальных активов, то есть либо модель по исторической стоимости и амортизации, либо по переоцененной стоимости. Но тогда, если мы говорим о переоценке, единожды переоценив, вы в последующие отчетные периоды должны будете также подтверждать стоимость и ее изменение стоимости путем ежегодной переоценки. Что касается объектов нематериальных активов, в ПБУ закреплено требование для переоценки по активному рынку. Ну, тут достаточно спорный момент, что считать активным рынком. Если там товарные знаки и патенты как-то там, какие-то сделки проводятся, то по ноу-хау сложнее и больше вопросов будет и у аудиторов в том числе, насколько обоснована модель по переоценке применительно конкретно к ноу-хау. Поэтому здесь лучше, конечно, на конкретном примере смотреть, но ответ скорее нет. Переоценить невозможно, возможно выявить другие какие-то объекты, поскольку если даже компания у себя учитывает товарные знаки или патенты, ну, точечно какие-то нематериальные активы, за скобками остается сама технология, которая взаимоувязывает эти нематериальные активы в единый процесс. Поэтому вот этот составной объект иногда он стоит дороже, поскольку его воспроизведение на любой компании, либо вновь создаваемой компании-конкуренту невозможно. Именно это позволяет вам получать долю рынка, те контракты, которые вы имеете с текущими покупателями, расширять ваше влияние на рынке. То есть вот это влияние составных объектов, иногда его эффект шире, чем отдельных активов обособлено. Николай, у сельхозпроизводителя вообще максимальный перечень нематериальных активов. Любые, как это сказать, селекционные достижения, это тоже отдельный нематериальный актив. Ну, способы обработки, рекультивации земель тоже. Ну, то есть конкретно нужно смотреть, в какой области сельского хозяйства вы работаете. Ну, ответ – да. Сельхозпроизводители – это еще и одна из приоритетных отраслей развития нашей экономики. Помимо стандартных мер поддержки, еще и дополнительной субсидии по кредитам, конкретно для сельхозпроизводителей, вот конкретно для МСП, ставка там может доходить от 1 до 5% по постановлению. Перспективы, да, к сожалению, вычет сужается в возможности для налогового маневра. То есть если у вас есть нематериальные активы, и в последующем можно выявлять их также в результате нормализации, но тогда весь нереализационный доход, который вы выявите, он будет облагаться налогом. Либо, если мы говорим по пути создания, по пути инвестиционного налогового вычета, то там очень скрупулезное правильное оформление всех затрат, обоснованности, отчета по НИОКРам. То есть тут процедура, то есть здесь будет требоваться гораздо больше экспертиза в части НИОКРа, внутри инхаус. Производство пищевых добавок для животных. Рецептура, технологии, все это, да, это все можно описать, принять к учету и, соответственно, закрепить за собой право на эти технологии. Опять же, это различными способами депонируется, то есть как объекты авторского права. Вы закрепляете, что это была ваша разработка в первую очередь. То есть здесь важно, как и в патентах, кто первый подал заявку, затем эта разработка и закрепляется. Поэтому важно именно выстраивать системный подход к управлению интеллектуальной собственностью, потому что зачастую мы сталкиваемся на практике, что компании запускают новые продукты, не защитив эти разработки. Как только продукт выходит на рынок, его видят конкуренты, дублируют, повторяют, иногда вперед успевают запатентовать решение. Поэтому важно защищать и охранять то, что уже есть сейчас и думать на будущее в перспективе, как защитить вывод новых продуктов от потенциальных конкурентов. Поскольку сейчас рынок сужается и конкуренция ужесточается, и здесь, к сожалению, и патентные тролли есть, которые просто регистрируют патенты, чтобы потом так или иначе выкручивать руки производителям, которые заранее не позаботились об этом. Андрей, если у нас очевидно, что есть НМА, но интеллектуальную собственность не зарегистрировали, много документального оформления предполагать будет. Да, Андрей, все документальное оформление готовим мы в рамках проекта «Под ключ». То есть от вас важна только инициатива, то, что действительно вы хотите охранять, защищать. Государственной регистрации подлежат товарные знаки и патенты. Многие объекты обязательной регистрации не требуют, можно дополнительно задепонировать, чтобы так или иначе закрепить за собой в том числе и авторское право. Но процедуры эти по времени не так занимают. Да даже если и патенты, у нас есть ускоренная процедура, два месяца, по-моему, по ускоренному патентованию с получением свидетельства в Роспатенте. То есть если конкретно какое-то технологическое решение патента способно, и вы хотите его защитить и запатентовать, это тоже возможно. Регистрация товарного знака. Разные сроки. Есть стандартная процедура до шести месяцев, есть ускоренная до двух месяцев. Оценку проводим. У нас была экспертиза in-house, но сейчас мы привлекаем компании-оценщики, которые специализируются как раз на нематериальных активах. Поэтому есть разные коллеги, в том числе и в экспертном совете по оценке. Но договор у вас будет с нами. То есть вам отдельно не нужно будет оценщиков искать. Всю экспертизу мы под ключ, предоставляем. Коллеги, буду рад вашим вопросам, отзывам. Может быть, какие-то запросы на какие-то темы вам интересны для следующих вебинаров. Пишите, мы все это учитываем. Елена, метод оценки нематериальных активов применяется ко всем активам в едини или к отдельным группам может быть применен разный метод? Хороший вопрос. Касается в том числе и последующего учета нематериальных активов. В ПБУ закреплено, что вы можете принять тот или иной подход к последующему учету нематериальных активов. Группе, однородной группе нематериальных активов. Это также касается и оценки. Если есть возможность, если есть методики, которые позволяют такой квазизатратный подход применить, то есть если на вашем предприятии невозможно собрать затраты, то есть экспертно оценивается, сколько бы времени, если мы говорим о программном ходе, и сколько бы времени потребовалось бы внешнему разработчику на аналогичную работу по созданию этого программного кода. Берется количество часов, средняя ставка по рынку, и таким образом, ну, таким квазизатратным подходом формируется стоимость. Опять же, если есть несколько возможных методов оценки, оценщики используют такой взвешенный, комбинированный подход всегда. Но при отсутствии других подходов доходный видится максимально широко используемый и иногда единственным возможным. Ограничения по льготе, что точно нет шансов, идеи нравятся, но мало времени. Анатолий, если прям хочется наверняка, то важно начинать сейчас, лучше вчера. Ну, нет, шутки шутками, действительно, декабрь еще целый полноценный месяц, январь, февраль, то есть для того, чтобы доделать процедуры, самое главное, датировать все процедуры отчетной датой и выдать задание оценщику в текущем году. Понятно, что время на проведение и на подготовку отчета потребуется, но он уже будет отражать стоимость по состоянию на отчетную дату, которая была в рамках года, в рамках действия льготы. У вас есть конкретно ФЗ, конкретная статья в налоговом кодексе, которую вы используете. Поэтому здесь все возможно. И наверняка. Так, коллеги, еще вопросы по отражению в отчетности на материальных активах. Не будет отдельного вебинара, чтобы почитать, посмотреть. Григорий, конкретный вопрос. Вас интересуют проводки или вас интересует построение процесса, как выстроить процессы по капитализации? То есть какой момент, стартовый момент возникновения актива? Пока Сергей говорит про роялти, по интеллектуальной собственности интересно. Вот, Сергей, отличный вопрос. Сталкивались с негативной практикой, поскольку сейчас широко развивается рынок франшиз, и иногда бизнес использует такую модель развития через передачу не исключительных прав по лицензионным договорам, и сумма роялти, которая в этих договорах закреплена, иногда не соотносится со стоимостью актива, который вы используете. Ну, в основном это касается товарных знаков. И были вопросы налоговой по обоснованности огромной суммы роялти, которая, ну, с учетом, допустим, силы бренда, товарный знак может генерить огромные экономические выгоды, денежные потоки, но сам актив по первоначальной стоимости, вот особенно широко это для товарных знаков, когда первоначальная стоимость, это затрат на регистрацию, фактически сумма госпошлины, вот, и компании, ну, то есть не переоценивают товарные знаки, то есть не определяют справедливую стоимость и не отражают это в отчетности, но используют, ну, коммерциализация этого товарного знака через роялти, через существенные денежные потоки, иногда вызывают вопросы ФНС. Вот, поэтому вот здесь справедливая оценка активов тоже очень важна. Безотносительные льготы, Дмитрий. Во-первых, это хорошо, что уже внимание к этим активам привлекается, поскольку это определенные точки роста для бизнеса, это возможность усиления ваших конкурентных преимуществ путем регистрации, защиты, и, ну, если у вас нет актива, нет и возможности предъявлять какие-то требования, то есть к потенциальным нарушителям. Опять же, если стоимость актива несопоставимо низкая, то стоимость оцениваемых убытков тоже, ну, то есть достоверный ущерб не отражает. Вот, поэтому важно, во-первых, а, учитывать активы, б, учитывать по справедливой стоимости и влиянию на денежные потоки бизнеса, и, опять же, выстраивать функции по отслеживанию и защите бизнеса, поскольку перевес идет все-таки в сторону нематериальных активов, поскольку, ну, защищать материальные активы все уже научились, материально ответственные лица, сигнализации, видеонаблюдения и все такое прочее. Но иногда бизнесу наносится непоправимый ущерб, когда уходят ключевые люди, уносят с собой, там, ценные технологии, переходят к конкурентам, переносят эти технологии. Но до юра у компании нет возможности, нет рычагов и механизмов влиять и как-то отсуживать этот ущерб. Вот, поэтому важно не просто для отчетности учитывать эти активы, важно еще с точки зрения бизнеса и защиты бизнеса рассматривать этот подход, то есть даже без относительной льготы. Мария, хороший вопрос. Компания на упрощенке, если... Ну, то есть, понятно, что на упрощенке вы определенный просто налоговый режим для себя устанавливаете, но отчетность, скорее всего, ведете. Вот, и опять же, для отчетности, для акционеров в любом случае объективное состояние по активам в отчетности важно. Как с точки зрения, там, повышения капитализации, если мы, там, используем эту отчетность, в том числе для привлечения внешнего финансирования каких-то инвесторов, так и на долгосрочные стратегические цели, поскольку мы, как финансисты, знаем, что иногда все идет хорошо, но всегда нужно страховаться, и бизнес всегда нужно держать в состоянии, готовом для продажи. То есть, это значит то, что все активы достоверно, объективно должны быть оценены и, ну, то есть, отражать реальную картину дел. Николай. Да, такие мизерные показатели, потому что сумма активов других, ну, там, допустим, основных средств существенно выше, поэтому доля нематериальных активов действительно низкая. Плюс в компаниях в основном отчитываются по МСФО отчетности, там тоже различные подходы к нематериальным активам, и некоторые активы, допустим, если стендалон отчетности, они отражаются, при консолидации они сворачиваются, но есть компании, в том числе, которые выводят эти активы в отдельные единицы, IP-бокс, закрепляют стоимости, в том числе, в МСФО отчетности активы эти отражаются. Интересует отражение корректно распределенных затрат на их создание, как обосновать долю, нужно ли подтверждение, как отражать, если рассчитывать на вычет. Но вот конкретно про то, как учитывать, как оформлять, чтобы претендовать на вычет, мы будем рассказывать уже после принятия закона в окончательной редакции, потому что пока он на стадии обсуждения в Госдуме, вот мы ждем второе чтение, чтобы посмотреть, как это будет применяться. Опять же, практики даже по основным средствам еще такой широкой нет, поскольку постепенно регионы внедряют это своим законодательством. Начало действия с января 2019 года в основном, то есть не так много времени прошло. Некоторые регионы только в этом году приняли, и действие распространяется, начинается с января 2020 года. То есть пока практики даже по основным средствам нет, по нематериальным активам она будет еще позже. В какой сфере в России с этим все окей? Ну, два флагмана есть у нас по затратам на инновации, на неокр. Это Газпром и Яндекс. То есть они по статистическим показателям, как по фактическому объему средств, направленным в абсолютном выражении, направленным на неокр, лидеры, так и по удельному весу. Но опять же, повторюсь, в стенделон отчетности это отражается, в консервированной отчетности отражается, там в немного меньших параметрах. И если говорить про Газпром, конкретно на цифрах. В 2018 году затраты на неокр направленные составили 9 миллиардов, экономические выгоды от этих затрат 12,6 миллиардов. Ну, то есть видите существенную динамику. Совокупно с 2016 года по 2018 объем неокров в группе Газпром порядка 25 миллиардов. То есть в абсолютном выражении да. Но пока это единственные компании, которые, опять же, всего своей производственной специфики, улучшения добычи, развития технологий, то есть по сокращению каких-то операционных циклов. Крупные компании давно уже бегут в этом направлении, как я уже сказала, создают. Конкретно в Газпроме у них создан свой научный совет, который занимается конкретно разработками. Привлекаются различные исследовательские институты. В Роснефти тоже целая иерархия управления интеллектуальной собственностью. Крупные производственные компании уже тоже внедряют. Северсталь. Что еще из таких примеров? Ну, то есть вот если посмотреть отчеты, в основном крупные компании консолидированные, так или иначе, особенно те, кто размещаются на фондовом рынке, уже внедряют отчеты по устойчивому развитию. И инновации – это одна из целей, девятая цель в повестке ООН по устойчивому развитию. Поэтому без научного развития, без развития продуктов, без вывода новых продуктов на рынок, без повышения скорости вывода этих продуктов на рынок невозможно конкурировать в долгосрочной перспективе. И поэтому компании все больше внимания этому уделяют, все больше инвестиций на это направляют, в том числе инвестиции на НИОКР рассматриваются в рамках спиков, специальных инвестиционных контрактов. Поэтому государство с всяческими методами, мерами поддержки пытается стимулировать экономику, стимулировать конкретно бизнес на развитие технологий. Потому что, как показывает практика, все-таки государственное финансирование не всегда максимально эффективно. То есть когда тебе дают деньги на что-то, ну ты их потратил и потратил, и не всегда эффективно. Когда ты тратишь свои деньги, ты уже более осознанно подходишь к затратам, рассчитываешь экономические выгоды. Различные методики развиваются по оценке экономических выгод от вот этих затрат. Поэтому практика все-таки движется в этом направлении. Пока не такими колоссальными темпами. Но опять же, российская экономика все-таки на несколько лет, а то и десятков лет все-таки отстает от развитого мира. Но так или иначе, мы наблюдаем тенденцию усиления роли государства в этом процессе. Поэтому это как с конкуренцией. Кто вперед успел, кто быстрее добежал на этой дистанции, тот и выиграл. Коллеги, у нас вот появился вопрос, актуальна ли для вашей компании информация по льготе. Прошу, призываю вас голосовать. Да, нет или не знаю, там нужно больше информации. Оставляйте ответы, потому что нам это тоже полезно для развития наших вебинаров, для донесения информации. Может быть, больше практики, может быть, какие-то другие форматы, какие-то бизнес-завтраки, круглые столы, когда уже непосредственно на конкретных ваших примерах могли бы обсуждать. Конкретно по механизму использования инвестиционного вычета мы также будем проводить вебинары, поскольку наша практика не заканчивается. Гардиум уже более 15 лет успешно развивается на рынке интеллектуальной собственности. Поэтому у нас уже большая широкая экспертиза. Ну, то есть не регистраторская функция, далеко нет. То есть у нас в основном серьезные, сложные ситуации со спорами, со сложными регистрациями, с различными... Ну, то есть вот сейчас активно развиваем практику финансового консалтинга в сфере именно интеллектуальной собственности, поскольку тенденция государства все-таки в этом направлении движется активно. Мы видим это по различным мероприятиям. В Сколково, вот мы не так давно стали резидентами Сколково, то есть поддерживаются различные стартапы, различные технопарки, резиденты этих технопарков. То есть колоссальная поддержка, различные гранты, безвозвратные, безвозмездные на неокры. То есть мы тоже можем, ну, вебинары, если будет очень там большая заинтересованность, в этом направлении проводить. То есть сейчас у вас онлайн есть уникальная возможность обозначить те темы, которые конкретно для вас, для вашего бизнеса будут интересны. Со своей стороны, хотела поблагодарить вас за уделенное время все-таки больше часа выделить на вебинар в отрыве от своей операционной деятельности. Это существенный вклад, конечно, в ваше развитие, в освоение чего-то нового, новых возможностей для вашего бизнеса. Поэтому огромное вам спасибо за активность, за вопросы. Да, буду признательна за отзывы, насколько было доступно, насколько информация вам была полезна. Можете оставлять прямо здесь, либо направлять на электронную почту. Сегодня были очень глубокие вопросы, касающиеся уже конкретных деталей, учета. Мне было тоже интересно. И опять же, зафиксировала себе вопрос по поводу экономических зон и практики налогового вычета. Обязательно уточним и направим ответы. Либо обратим это внимание в наших следующих вебинарах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!